Sony всегда была крайне самобытной компанией. По крайней мере, в плане дизайна смартфоны Sony отличались от всего, что представлено на рынке. А в этом году они решили существенно обновить внешний вид всех своих устройств. Вот давайте на одной из них и посмотрим. Кстати, на самое доступное в линейке Sony в этом году. Встречайте, Sony Xperia L2. Впервые был представлен на выставке CS 2018. Стоит недорого. Но по крайней мере, по меркам самой Sony. А в целом бюджетный уровень, это, наверное, немножечко про другие модели. Сразу бросаются в глаза изменения и в дизайне. В частности, модель получила немного скругленную заднюю панель, которая улучшает хват, и вы чувствуете телефон прям всей ладонью. Интересно и то, что такой дизайн очень напоминает большинство смартфонов Nokia Lumia. Смартфон сделан из пластика. Но перед нами тот случай, когда язык не поднимается, занести сей факт в минусы. Материал исполнения качественный, а еще матовый, и что самое интересное, отпечатки пальцев на нем практически не остаются. На задней панели расположились камера со вспышкой и сканер отпечатков пальцев. А также здесь виднеется значок NFC, что в свою очередь означает возможность использования модели для бесконтактных платежей. Справа, как обычно, разместились кнопка питания и громкости. Вверху 3,5-мм джек и шамодав. Внизу динамик, разговорный микрофон и порт USB Type-C. Самый дешевый смартфон компании имеет на борту все новые и востребованные технологии. С одной стороны, это удивительно, а с другой стороны, не так уж. Поскольку, повторимся, L2 не такой уж и дешевый смартфон. На левой же грани смартфона разместился лоток для двух сим-карт формата Nano и для карты памяти microSD. Никаких гибридных систем, все для людей. Экран большой, 5,5-дюймовый. IPS с разрешением 1280 на 720 пикселей. Он действительно яркий, что в такую солнечную погоду, как сейчас, очень кстати. Как бы ни светило солнышко, а информация все равно остается разборчивой. С минимальной яркостью тоже все в порядке. Но еще читать текст экрана вполне комфортно. А вот с цветопередачей ситуация такая же, как и у всех других смартфонов Sony. Оттенки холодные, белый цвет немного уходит в синеву. Но компания не настаивает на таком варианте калибровки и предлагает пользователю самому настроить баланс белого в настройках экрана самостоятельно. Экран неплох, как для бюджетника, так и для смартфона среднего звена. Поскольку, как вы видите, мы тут в легком замешательстве. Давайте называть L2 просто смартфоном среднего уровня. Или так еще больше путаницы. Этот самый начальный класс хорошо заметен, когда дело доходит до начинки. Модель работает на совсем уж не новой связке и с процессором Mediatek MT67-37T, графике Mali-T720 и 3 ГБ оперативной памяти. Если смотреть на показатели синтетических тестов, этот чип работает на уровне Snapdragon 425, 430 и 435, которые сейчас используют китайские конкуренты как раз-таки в бюджетных моделях. Касаемо производительности в играх, то он даже немного проигрывает упоминавшимся версиям. Зато где Xperia L2 проявляет себя просто на отлично, так это в повседневной работе. Если вы будете пользоваться только соцсетями, мессенджерами, звонками и браузером, сложно будет найти более стабильное устройство. Ни намека на подвисание в интерфейсе. Кстати, работает смартфон на операционной системе Android 7.1.1, лишь со слегка измененными иконками и лаунчером. По сути, это почти чистый Android. Из нестандартных приложений можно обнаружить лишь Xperia Lounge с темами и обоями. PlayStation для управления своим PSN-аккаутом и Movie Creator для простого монтажа видео. Также имеется интересная функция, которая рекомендует вам установить то или иное приложение. Для этого вам нужно просто пролистнуть меню приложений влево. Правда, никакой привязки к нашим реальным предпочтениям найти во всем этом так и не удалось. Камеры. Тут вообще все по старинке. Их здесь всего две. Никаких сдвоенных модулей, никакого эффекта боке. Ноль инноваций. Основной модуль получил разрешение 13 Мп, светосилу f2.0 и однотонную светодиодную вспышку. Оптической стабилизации нет, зато есть продвинутый режим для управления параметрами съемки. Здесь можно покрутить фокус, выдержку, ISO, баланс белого и экспозицию. Да, снимки не самого крутого качества. В сложных сценах могут появиться пересветы. В темное время суток много шумов. Но для личного использования или соцсетей этого качества, скорее всего, будет достаточно. Что касается видео, то здесь есть возможность записи Full HD разрешений с частотой 30 кадров в секунду. Фронтальный модуль получил сенсор на 8 Мп и широкоугольную оптику на 120 градусов. Это сделано для групповых селфи, чтобы каждый мог попасть в кадр. Что касается автономности смартфона, то тут, в отличие от предшественника, который, напомним, вышел аж 5 лет назад, все куда веселее. Аккумулятора на 3300 мАч хватает на полноценные сутки работы. И лишь перед сном смартфон таки попросится на зарядку. То есть он будет жить, собственно, в таком же рабочем цикле, как и вы. Sony Xperia L2 – один из немногих смартфонов, которому удалось нас запутать. Вроде и бюджетник, а метит куда выше. И местами у него очень даже получается. В общем, обзывать его этим страшным словом на букву «Б» я больше не буду. Разве еще флагманским бюджетником? Ну вот как-то так. Фух, кажется мне пора на отдых. А вот вам расслабляться еще рано. Жду от вас лайк, подписку и комментарий. И со всем этим обязательно ознакомлюсь на отдыхе.